Утро на радио «Спутник в Крыму» с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. 7.35 на студийных, друзья. Продолжаем информационный эфир. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. Актуальные важные темы мы затрагиваем в наших эфирах. Сейчас поговорим о воде, хотя не только о воде, конечно. В Крыму пока не обсуждается введение почасовых графиков подачи воды, но жителям и гостям нужно учиться экономно использовать воду. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. По его словам, дефицит воды в республике образовался из-за недостатка дождей и снега, что случается в Крыму примерно каждые пять лет. Если обычно в мае регион получает через осадки от 10 до 12 миллионов кубометров воды, то в текущем году набралось лишь 3 миллиона кубометров. Практически во всех реках Крыма, кроме Бельбека, наблюдается пересыхание. Кроме того, из-за жары и испарения с поверхностей водохранилища увеличились почти в два раза. Так сказал Вайль, но а что же делать? Ведь на самом деле и потребление воды вырастет, когда приедут к нам туристы. А мы вот только что в новостях слышали, что уже буквально с 15 июня снимается режим самоизоляции, ну а чуть позже, с 1 июля, можно будет ехать из разных субъектов Российской Федерации к нам в Крым на отдых. И бронирование уже началось. Началось бронирование мест в объектах размещения. Это одна из главных проблем, одна из главных тем, то есть водообеспечения Крыма. Ее мы будем обсуждать с гостем в студии. Президент Российского Союза спелеологов, руководитель проекта Крымского федерального университета имени Вернадского по созданию научного стационара на базе пещеры Таврида Геннадий Самохин. Геннадий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Геннадий Викторович, конечно же, не только о воде, потому что, может быть, исходя из представления вас в эфире, возникнет вопрос, а почему вдруг люди, которые занимаются спелеологией, вы в частности, занимаются и вопросами воды. Мы будем говорить и о пещерах, мы будем говорить и о возможных или о невозможных экспедициях, связанных со спелеологией. Но начнем именно с вопросов, связанных с водой, потому что вы и ваши коллеги разрабатывали ряд проектов. Что это за проекты и каковы запасы, по вашим ощущениям, у нас водных ресурсов в Крыму? Ну, нужно начать с того, что почему спелеология и карст в Крыму – это знак равенства воды. У нас практически вся вода – это карстовая. В Крыму около 2600 родников, и все, почти все родники, все крупнейшие родники – это карстовая вода. А Ксимферопор пьет воду, ну, по большому счету, всю воду из пещер. Весь город Севастополь – то же самое. То есть, это вся карстовая вода. То есть, подождите, а водохранилище? Ну, водохранилище откуда берется? С пещеры красной. То есть, набирается, да. С пещеры красной, да. С Четердага, с Долгурковской элой. Мы все, что туда прямо. Партизанское водохранилище, тоже главный город Крымский гор идет. Это карстовая вода. Что такое карстовая вода? Это вода из пещер. Поэтому, изучая пещеры, спелеологи, как никто лучше, карстологи, как никто не лучше, знают, как правильно и грамотно использовать эту воду. Сколько этой воды есть. То есть, традиционное понимание, что вода только… Ну, а откуда еще может приходить вода? Вода приходит, ну, с неба. Приходит с неба в виде осадков. Все это знают. Но кроме осадков, есть еще такой важный, важная составляющая. Это конденсация. Конденсационная влага. Конденсация в пещерах достаточно в межный период обеспечивает сток, межный сток. Именно конденсация обеспечивает. Не просто срабатывание каких-то там подземных резервуаров, а конденсация. Тоже очень важный момент, который знают карстологи, спелеологи. По разработке наших проектов. Ну, сейчас мы понимаем, да, действительно осадков немного. И мы специально вот сейчас ездили с коллегами посмотреть, как много воды выходит. Ну, например, мы ездили по реке Альма. Альминское водохранилище, партизанское водохранилище, водозаборы. И все равно вода вытекает в море. В Бельбеке вообще нет накопителей воды в виде водохранилищ. Вода вытекает в море. Во всех реках вода вытекает в море в большом количестве. Сейчас, когда хотелось бы, ну, а-ля паводок, конечно, нельзя называть его сейчас паводочным режимом. Но, скажем, все равно большая вода, чем летом будет сейчас. Какой, может быть, не совсем корректный тезис. Но нужно, с нашей точки зрения, максимально ту воду, которая уходит сейчас в море в виде рек, либо под водой выходит, мы сейчас об этом тоже проговорим, эту воду сохранить и взять на использование людям. То есть максимально, чтобы практически вся вода за исключением какого-то, некоторого количества, вся вода ушла на водопотребление. То есть не на сельское хозяйство? Не, на сельское. Ну, в том числе, но чтобы не в море оно уходило. Чтобы оно шло на сельское. То есть это экономное расходование воды? Нет, не пускать воду в море. А каким образом ее задерживать? Вот сейчас есть варианты построить, ну, некие водозаборные сооружения, сделать водохранилище. Мы уже знаем, что это не так просто. Выбрать место, где построить какой-то водозабор или где-то построить водохранилище, ну, практически нет уже таких мест в Крыму. Ну, или там очень сложно это сделать. И нам предложено три идеи, три концепции, ну, как бы три направления, даже не концепции, три направления. Как эту воду можно забрать? Какие варианты есть? Ну, прежде всего, нужно понимать, сколько вообще воды. Вот эти все три направления, вообще все направления, не работают без научного обоснования. Когда-то в Советском Союзе было у нас несколько сотен водопунктов, на которых измеряли, сколько воды в каждой реке. А сейчас их осталось меньше, ну, первые десятки. Если не ошибаюсь, шестнадцать. Ну, я здесь смогу не ошибаться, но то есть у них осталось на порядок меньше водопунктов. Потому что нужно возобновить мониторинговую сеть. Когда сейчас спрашивают, сколько воды сейчас в Бельбеке. По данным этого года еще можно узнать. По данным этого дня можно узнать. Но последние двадцать лет адекватных исследований по всем рекам, не только по крупным водопунктам, не велось. То есть нужно возобновление, в любом случае, систематическое возобновление мониторинга водопунктов. Это обязательно условие. Смотрите, но, Геннадий Викторович, об этом говорят уже не первый год. И ничего не делают. Да, в чем проблема? Это что? Это так дорого? Это нет специалистов? Или что? В чем проблема? Посчитать, сколько у нас воды? Сколько расходов? Сколько приходов? Ну, как посчитать? Чтобы посчитать, нужно системные режимы наблюдения. Они прекращены. Во многих местах они прекращены. Мы много путешествуем по Крыму. Мы видим, что те водопункты, которые были на многих реках, они сейчас стоят разрушены. А разве в советское время не было такого? Насколько я знаю, был как раз мониторинг. Конечно. Я же говорю, в Советском Союзе как раз был мониторинг. Было на порядок больше. Даже не в два раза, на порядок. В десять раз больше было водопунктов, чем сейчас. Сейчас этого нет, к сожалению. И нет, она постепенно, я не знаю, насколько постепенно умирала. Конечно же, есть статистика, вероятно. Это главная причина, что нужно понимание, о чем мы говорим. Когда сейчас говорят, пользуются данными в расчетах 80-х годов, это реально, последние данные, полноценные масштабные данные публиковались в конце 80-х годов. Прошло уже 30 лет. Мир меняется. Прямо меняется количество осадков. Нужно данных, ну скажем так, систематических. Пока нет. Но, тем не менее, мы понимаем, как взять воду из... Ну, возвращаемся теперь к теме, как взять воду. Так. Как взять воду. У нас есть несколько направлений. Вот мы предлагаем три направления. Первое направление связано с тем, что когда там, мы представим совершенно все очевидные вещи, доказуемые, уровень Черного моря значительно сильно понижался. И, ну, на 70 метров, на 100 метров, скажем так, уже почти в историческое время, там, 40 тысяч лет назад, грубо говоря, и речные долины были переуглубленные. То есть, речи текли в более глубоких речных долинах. Ну, соответственно, чтобы попадать в море, которое находится на, там, 70-80 метров ниже. Уровень моря поднялся. И те речные реки, которые были достаточно водообильными, они несли гальку, крупную гальку, среднюю гальку, может быть, где-то песок. Вот эти галечные отложения законсервированы сейчас под руслами рек. Руслами рек приподнялись, верхняя зона достаточно стабильных рек создала водоупорную прослойку. И получается у нас два уровня подземных, два уровня рек. Подрусловый сток, который находится на глубинах, ну, порядка 25-30 метров. И, ну, обычный русловой сток, который мы сейчас видим. Подрусловым стоком достаточно давно пользуются водозаборы. Например, Инкерманский водозабор пользуется несколько десятков лет уже. Этим же подрусловываемым стоком. Но вот эти галечниковые отложения, чтобы вода туда попала, вскрыты поверхностными водами, поверхностными отложениями на небольшом участке, ну, в средней горе, скажем так. Вода большей частью проскакивает, в кавычках, проскакивает точки поглощения в эти галечниковые отложения. И только немножечко фильтруется. То есть, недостаточно фильтруется. Часть, все-таки, большая часть воды вытекает в море. Какое предложение? Вот эти водозаборы, Орловский водозабор, Инкерманский водозабор, если мы... Нужно их пополнить, постоянно пополнять. Что ли этого нужно? Сейчас паводки. Не паводки, неважно. Мы делаем поперек долины, речной долины. Эта разработка сделана с нашими... В общем-то, концепция придумана нашими коллегами из Севастополя. Энергосталь-проект предприятия. Великолепная идея. Перегораживаем идею... Перегораживаем... Не платинами, а траншеями. Перегораживаем траншеями поперек речной долины. Вода попадает в эти траншеи и уходит в галечники. Такую траншею можно сделать одну, вторую, третью. И там получаются резервуары. И в эти галечники наполняется... Примерно скорость движения через галечники 100 метров в сутки. Небольшая. Но галечники, они обширные. В них наполняют... Это фактически подземные водохранилища, в которые, во-первых, сохраняют воду. Не нужно копить ее на поверхности. Во-вторых, они фильтруют воду. Многие понимают, что сейчас, к сожалению, это серьезная проблема. Многие села и населенные пункты сбрасывают сточные воды практически без очистки в реки. И та река, которая вытекает где-нибудь там в песчаном, ее пить точно уж нельзя. Почему? Потому что там уже не вода, а уже смесь отходов. В галечниках она фильтруется, то есть уже происходит естественное очищение. Это раз. И второе, она аккумулируется. Пополняются водозаборы, которые уже работают. Их можно использовать. Из этих водозаборов можно... Сейчас главный вопрос, как забрать эту воду. Одно из решений, перевести в подземный сток, перевести в подземный сток. На поверхности 100. И причем это мы регулируемая система. Мы можем простыми гидротехническими решениями сделать либо больше поглощать вниз, либо меньше. Если нужно чуть-чуть сбросить, мы сбрасываем. Тем не менее, эта система продумана. И она, в принципе, она работает. И мы понимаем, как это сделать. Это самое дешевое решение, как собрать эту воду. Забрать ее через существующие водозаборы раз. Либо новые пробурить. Это скважина глубиной 25-30 метров. То есть не там 300-400 метров глубиной, не километровые скважины. Это вот практически небольшие скважины. Это в галечниках. Как ее использовать в Симферополе? Мы все знаем проблему Межгонинского водохранилища. Да, сейчас есть прекрасные разработки, интересные разработки, как ее использовать. Как использовать водовод, который идет по побережью, не побережью, но приближенной части Крыма. То есть эти трубопроводы можно использовать для наполнения Межгонинского водохранилища. Эту воду, которую мы собрали с Альмы, Качи, Бельбека, с Салгера, с того же самого. То есть фактически все реки каким-то образом когда-то были переуглублены, есть галечниковое отложение. Такая же концепция потенциально есть и на реках Дон и Кубань. А сколько там в миллионах кубометров может собираться воды? Есть такие расчеты? Такие расчеты есть, да. Такие расчеты есть. И вот практически мы можем весь сток, по большому счету, весь сток воды, которая идет сейчас в море, всех рек, мы можем перехватить. Но нужно ли весь сток перехватывать? Например, река Бельбек по разным оценкам от 60 до 80 миллионов кубов в год дает, ну, до 90 миллионов кубов в год дает расход. Зачастливый большой расход. Можем ли мы его весь перехватывать или не можем? Непонятно. В чем еще очень важный вопрос? Вот, например, наполнили мы Межгонинское водохранилище. Происходит испарение. Огромное количество, там, до 4 миллионов кубов в год будет испаряться. Здесь, под землей, она не испаряется. В подземных резервуарах она не испаряется. Мы можем ее качать по мере необходимости. Как и на Краманский водозабор делают, в общем. А есть смета этих проектов? То есть вы рассчитали с научной точки зрения, где эта вода может быть, как она может скапливаться, а сколько это может стоить? Ну, я не готов сейчас сказать. Смета есть. Наши коллеги из Энергостальпроекта, предприятия Энергостальпроекта в Севастополе, рассчитали смету примерно. Я не готов ее озвучить, потому что не я сам рассчитывал. Это будет не совсем корректно, чтобы я озвучивал чужие данные. Но смета есть. Смета есть. И она получается из всех, ну, по крайней мере, мы сравнивали из всех других проектов. Это не то, что намного меньше, а намного-намного меньше, чем все остальные проекты. Потому что делать гидрохитические сооружения на поверхности, это экология, это, не знаю, и работа, и проблема с населением, и отчуждение земли. В общем, очень много проблем. Здесь же этого нет. То есть, это намного уменьшает стоимость всех работ. Смотрите, тут еще в противовес вам некоторые специалисты могут сказать, поскольку мы используем подземные воды, то мы же знаем, карстовые породы, да, это как раз может быть вымывание, размывание, да, и то, что мы, может, будем, если успеем обсуждать ниже, это та самая пещера трассы Таврида. То есть, это образовывающиеся полости под землей, то есть, просто пустые, скажем так, коридоры. То есть, вода вымывает, и потом могут образовываться вот эти вот так называемые пещеры. Не получится ли так, что вот эти подземные воды, где-то скапливаясь, будут вымывать почву, а потом могут просто образоваться проблемы, и будет проседание грунта? Для всего этого нужно проводить детальное расследование. Мы проводили исследование с точки зрения науки, с точки зрения науки, я думаю, что нет. Потому что мы используем те самые древние галечники, которые уже все равно, и в них работают эти водозаборы. Эти водозаборы работают десятками лет. Инкерманский водозабор питает город Севастополь, если не ошибаюсь, с 60-х, 70-х годов. И работает Ирловский водозабор. Это все работает. И сейчас, если мы построим, если мы сейчас построим водохранилище, условно водохранилище, выше по течению реки Блибек, мы заберем воду у Инкерманского водозабора, вернее, у Орловского водозабора. То есть не будет хватать воды Севастополя, если мы заберем раньше воду. То есть, наоборот, нужно пополнять эти водозаборы. Не на испарение, чтобы оно уходило, не на откачивание, пополнять водозаборы. То есть там уже готовая рабочая система, готовая технология. То есть она не за многие годы, она не создала предпосылки, то есть нет примеров, что стало просачиванием. Ну, во-первых, это галечники, это не корствующиеся породы. Да, суфозия потенциально возможна. Но это работает, мы знаем, что система работает. Ее нужно только рационально использовать. Мы можем сейчас туда воды добавить и использовать эту воду, чтобы вода не уходила в море. Мы говорим о пополнении запасов воды для Севастополя таким образом, или это и Крым так же? И Крым так же самое. Все остальные реки так же работают. То есть это первое направление. Второе направление, пока время ограничено, второе направление, чтобы вода не уходила под уровень моря, который вообще не используется. У нас есть как минимум три больших направления, так называемых точек субмаринных разгрузок. Это Тарханкут, это мыс Ая, Бателеман, и это Судак, где известняки погружаются ниже уровня моря, и вода, карстовая вода, уходит на глубинах, там, ну, условно, от 5-10-15 до 40 метров под уровень моря. Тоже. По той же самой причине, что когда уровень моря был ниже, это были родники, источники реки, которые выходили на земной поверхности, вытекали в море, а сейчас они из-за подъема уровня воды в море находятся под уровнем моря. Мы проводили детальные исследования в 2007-2008 году, проводили исследования на мысе Ая. Мы выявили крупную водоносную систему, она известна всем, мы просто ее еще раз исследовали с точки зрения карста. Вода, поступающая на Ипетрии, проходит под Байдарской котловиной и выходит в виде субмаринной разгрузки на мысе Ая. Достаточно крупный источник. Мы понимаем это, когда нам говорили, что там почти из каждого грота вытекает пресная вода, это не так. Там вытекает локально с одного места. На два потока разделяется, локально с одного места вытекает. Эту воду можно собрать. Есть технологии в мире, которые позволяют эту воду коптировать и использовать для водоснабжения. Исследования по работе, есть множество работ в 60-70-х годах, не только на Судаке и Тарханкуте, но даже Алушта-Ялт в этом же районе находили воду пресную. Но и Судак, и Тарханкут потенциально можно собирать воду. Тарханкут является областью разгрузки равнинного Крыма. Артельянский бассейн равнинного Крыма вытекает в сторону Тарханкута. Мы знаем, что практически на побережье моря, в Тарханкуте, вот в двух метрах от берега, в пяти метрах от берега, прямо на пляже, есть колодцы, которые копали еще древние греки-римляне, и в них есть пресная вода. Вот в двух шагах море плечется, а здесь пресная вода. Качество воды этой какое? Ну, по крайней мере, мы делали анализ минералогический, по минералогии все хорошо, пресная вода. Бактериологический мы не проводили анализ. Но многие отдыхающие используют эту воду и пьют из нее, и все хорошо, в районе Тарханкута. Но это только здесь. Но если в море, она уходит в море, в этих балках мы четко, они четко маркируются, даже выходы пресной воды другой растительностью в море. То есть вода в море уходит. Ее можно при определенных условиях, при определенных каптажах забирать. И последний вариант, последнее направление наших идей, которые мы предлагаем, это рациональное использование традиционного, так называемого, в кавычках традиционного водопользования. Это родники и колодцы. Сейчас о них вообще никто не говорит, просто забыли. Когда появился Северокрымский канал, зачем мучиться подводить от родничка какого-то воду к себе там в село? Ну, многие из нас ходили в горы, то есть мы понимаем, что вот родничок 100 грамм в секунду, ну, малюсенький родничок. Представьте, полстаканчика за секунду, это обычный родничок, который, ну, как бы он везде, везде таких, 100 грамм в секунду, это 8,5 кубов в сутки. Ну, немало. Это когда посчитаешь, что мы потребляем, по нормам цены пинемстанции, 200 литров в секунду. Ну, 200 литров в сутки. 200 литров в сутки человек потребляет в норме. То есть, это на 40 человек родничок в 100 грамм в секунду может питать 40 человек. А таких родничков? А таких родничков у нас 2000 штук. 2000 штук? Ну, всего, даже, наверное, больше. У нас в Крыму 2600 родников всего. Ну, в случае, в горной местности понятно, но мы можем их грамотно использовать. И мы знаем, как их коптировать, как использовать эту воду. То есть, естественно, Министерство экологии этим занимается, но этого недостаточно. А куда они? Вытекают, впадают или пересыхают? Что с ними происходит? Пересыхают, вытекают и пересыхают. Вытыкают и пересыхают. Мало того, что нужно просто собирать. Собирать, и если делать правильный коптаж, это замечено и однозначно доказано, что если делать правильный коптаж, то есть оборудовать родник, он живет еще лучше. Как работают родники? Большинство, многие родники, это либо карстовое, либо конденсационное. Когда они заиливаются, вода не выходит. А когда ты сделал специальное мероприятие, чтобы вода свободно выходила из этих родников, они еще больше оживают. То есть, накладываются крупные камни, ставятся фильтры, для того, чтобы вытыкают, перекрывается сам родник. В общем, есть система мероприятий. Геннадий Викторович, ну а это не слишком ли дорого? Потому что они действительно разбросаны по всему Крыму, и как-то вот собрать эту воду, ее как-то церенит? Для кого собрать? Вот вопрос, для кого? Или мы сейчас тянем специальный длительный водовод для фермерского хозяйства, там несколько километров. Либо мы этот родник или колодец используем. Есть множество колодцев, которые для меня это было тоже достаточно недавно открытие, ну как, не знаю, несколько лет, 10 назад, когда в степи, в крымской степи есть колодцы диаметром 2,5 метра, глубиной до 100 метров. Их никто не использует сейчас. Это тоже шок. А они что, законсервированы или что с ними? Здесь просто забросили. Просто забросили. Конечно, да, даже без околотков. То есть идешь в степи, огромная такая диаметром 2,5 метра, дыра вниз, глубиной, там вот я спускался, максимально 88 метров в колодец. Там есть вода. Там есть вода, ее не используют. Ну там есть 60 метров, есть 50 метров, и таких колодцев очень много. То есть использовать то, что раньше копали, бурили, я же не буду говорить, как это делали, там 200 лет назад, вообще тяжело даже представить. Но это есть, их можно использовать. Зачем тянуть какой-то водовод, узнать куда, если у нас уже вот здесь есть вода? Возьмите и используйте, грамотно используйте. Давайте сделаем анализы. То есть у нас есть материалы по многим из этих колодцев и источникам. То есть непонятно, что весь, со всего Крыма собирать для Симферополя будет сложно. Но использование для водоснабжения малых сел, это большая, снимается большая нагрузка, опять же, с Симферополя, с больших городов. Мы не пускаем с Симферопольского водохранилища на обеспечение всех фермерских хозяйств. Этой воды мы используем местную воду. Это тоже важно. Эти проекты, Геннадий Викторович, как оформлены и кому представлены? Оформлены в виде научных, скажем, докладных записок. Докладных записок. Мы их обсуждаем на разных уровнях, представлены на разных круглых столах. Здесь, в Крыму? В Крыму, да. В Крыму представлены на разных круглых столах. Написано достаточно большое количество писем, не только по Крыму, но и в России было написано письма. Ну, пока идет в стадии, скажем так, разработки, в стадии обсуждения. Почему мы не можем добиться? Ну, может, мы не совсем правильно говорим. Может быть, ни к тому не так общаемся. Хотя вот идея, конечно же, это двухуровненная идея подземных столов. Рек – это не только вот в реках западного склона, но и северного склона. И даже мы говорим, что вот мы общались с коллегами из Черноморья нефтегаза. Эта же идея работает под Дону и Кубань. Если здесь мы только о крымских говорим реке, то и Дону и Кубань потенциально имеют такой же двухуровненный сток. И под Азовским морем известно, что когда прибурение, это точно известный факт, и прибурение скважин находились линзы пресной воды. И нужно только выяснить, это линзы пресной воды были, или это действительно тот самый подрусовый сток, который есть с Кубани и с Доном. Финальный вопрос, потому что времени остается мало. Если эти проекты уже оформлены, оформлены и ученые сделали все разработки, когда они могут быть представлены? Например, на крымском или федеральном уровне? Сколько времени нужно для внедрения? Про средства, я так понимаю, сложно говорить. Да, это десятки миллионов рублей. Но тем не менее, вот, например, деньги есть, проекты запущены. Они через месяц, через два, через год, когда могут заработать? Ну, по оценкам наших коллег, мы вместе с нами разрабатывали, вот этот самый большой проект по использованию подросткового стока, для его полной реализации нужно полтора года. То есть, это вот, сейчас начали, через полтора года получили уже... Это уже первый проект, да? Да, первый проект. По суммаринной разгрузке, мы не первые, кто этим занимается. Приглашались коллеги из других регионов России, к нам они тоже обращались. Но я не знаю, почему сейчас не заканчивается. В принципе, это несложная задача, сделать каптаж. Я думаю, я не готов сказать, насколько времени, но я думаю, что в течение года тоже можно, в годах полутора можно эту воду сделать каптаж пресной воды и направить потребителям. А малые источники водоснабжения, это в течение каких месяцев, полугода можно... Начали, да. Что называется, начинать нужно было еще вчера. Спасибо, Геннадий Викторович, что пришли к нам в студию. Президент Российского Союза спелеологов, руководитель проекта КФУМ Невернадского по созданию научного стационара на базе пещеры Таврида, Геннадий Самохин, был гостем нашей студии. Мы продолжаем. Утро на радио Спутник в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.